Привет дорогие друзья, с вами как всегда Ник, продолжаем играть в различные андроид игрушки и сегодня мы посмотрим игрушечку наблюдатель. И собственно это типа почти главное меню, я там нажал типа подключиться, бла-бла-бла, у нас первая серия серебряная птица, синхронизация 0%. Как я понимаю это какой-то текстовый квест, начинаем распаковку данных, загрузка файловой системы Blackbox Inc, активация Watch протокола, подключение системы SkyDriver, запуск модуля SkyDriver. Вас приветствует клиент-партнер SkyDriver. Мои задачи навигационная помощь, моральная поддержка и регулярные проверки вашего психического здоровья. Правила робототехники и законы человечности требуют сделать официальное заявление. Клиент-партнер SkyDriver это набор модуля искусственного интеллекта, ваш персональный помощник. Я неповторимая индивидуальность, однако не имею физического тела. Вы вправе любить меня и доверять, но на семейный ужин приглашать не стоит, хотя мне будет приятно. Внимание, протокол вежливости соблюден, теперь мы стали ближе и можем перейти на ты. Сообщаю, на твой адрес почты, корпоративной почты поступило новое сообщение. Загрузка и авторизация клиента SmartDriver. Доступно одно непрочитанное сообщение. Ну, господи, чё так громко-то, а? Вроде бы тихо достаточно поставил, вот так громко. Те, не, ну я погромче сделаю. Так, ладно. Собственно, доступно одно непрочитанное сообщение. Прочесть позже или задача выполнена? Задача выполнена, давайте почитаем. Отлично, ты готов к работе. Кстати, заметил в тебе симптомы трудоголиковни. А, вот так вот надо читать. Смотрите, давайте почитаем. А, входящее письмо от куратора. Поздравляю с началом первого рабочего дня, наблюдатель. Попасть в нашу команду непросто, да? Сколько тебя проверяли? Пару месяцев? Бывало и дольше. Но я видел результаты тестов. Ты молодец. Гибкость ума, уровень IQ, стрессоустойчивость. Всё на высоте. Теперь по порядку. Я твой куратор. Ты уже заметил, какую важную роль мы отводим анонимности? В корпорации Blackbox Inc. С этим строго. Нам всё равно, как тебя зовут, какого ты пола, расы, вероисповедания или сексуальной ориентации. Секретность полнейшая, зато никаких учетчиков или политического давления. Важно лишь то, насколько хорошо ты выполняешь свою работу. Для меня ты наблюдатель. Наблюдатель это специалист высшей категории, который позволит, вызволит наших ребят из любой передряги. Пусть так и будет. Окей, хорошо. Чё так жёстко-то? Я сам люблю польстить начальству, зато модули штатного обновления всегда достаются мне вовремя. Хорошо, перейдём к делу. Одно непрочитное сообщение, да вы задолбали уже. Дополнение. Окей. Как успехи, новичок. Скайдрайвер не слишком много болтает. Иногда он забывается, но вообще-то это полезная штуковина, сам увидишь. К делу. Ты уже в курсе специфики нашей работы? Мы занимаемся делами, которые в реальном мире не существуют. Высший уровень секретности. Протокол чёрный ящик. Ага, звучит жутко. На деле всё проще. По сути, мы научно-исследовательский отдел с самыми высокими допусками. Мы вне политики. Работаем на благо важнейшей системы. Человечество. Мы работаем парами. Наблюдатель, оператор, то есть ты. И его связной ген. Оперативники трудятся в поле, а наблюдатели сидят за ними с безопасной дистанции. Затем собирают информацию и помогают советами. Главное, не забывай, что смартфон в твоей руке это всего лишь средство. Люди на другом конце вполне реальны. Не дай им пропасть, ладно? Чёрт, забыл выслать коды доступа и досье. Окей. Забыл выслать. Давай. Ну да, я понял, что есть сообщение, и я прочитал. Прочитано. Важное наблюдение. Мы дополняем друг друга. У меня тонкие умы, красноречие, а ты исполнительный. Похвала всегда к месту, да? Справочные модули подсказывают, что такие приёмы поддерживают дружбу в тонусе и повышают работоспособность. А это машина или это всё-таки сотрудник? Внимание, ваш контакт-диск обновляется. Подключаю нового абонента к чату. Куратор на связи. Наблюдатель. И сразу с новостями. Есть работа. Непростое дело для первого задания, но ты справишься. Подробности вышлю почтой, чтобы всегда были под рукой. Окей. Сделано. Принимай данные. Подтверждаю участие. Какой отказывается? Нафига мне отказываться? Подтверждение получил. Работаем. Продолжаю вводную. Давайте почитаем пока. Три часа назад наша служба информации сообщила, что на юго-западе Румынии в районе горы Мезеш творится нечто странное. Очевидцы массово сообщают о необычных огнях в небе. Описания сходятся. Огромные шаровые молнии разных цветов, двигающиеся хаотически. Географически они совпадают с тем местом, где расположен шахтерский городок Залтан. Мы немедленно отправили туда агента. Позывной агента «Лунный странник». Это мужчина. Возраст средний. Рыжеволосый. Говорит без акцента. Документы на имя Анджея Смита. Внимание, наблюдатель! Для полного доступа подтвердите свое участие в операции. Окей. Операция предстоит нелегкая, но ты справишься, уверен. Итак, что касается твоего связного. Его отправили в Залтан сразу после сигналов очевидцев. Он добрался, приступил к работе, но два часа назад за городом пропала всякая связь. Мы знаем, что в Залтан также отправили местную ремонтную бригаду. Она не вернулась, как и два полицейских экипажа. Связи с ними также нет. Это еще не все. Попытки получить картинку с места событий проваливаются. Наши спутники ослепли. На снимках только белый квадрат, словно гора целиком погрузилась в аномально плотный туман. Очень похоже на работу слепого пятна. Военной программы, которая нужный участок на глобусе делает непроницаемым для слежки. Странно, да? Зачем военным никчемный городишко в пару десятков домов? А ведь получается, что задействованы мощные ресурсы и самые передовые технологии. Загадка. Но вишенкой на торте стало другое. Пятнадцать минут назад из области тумана началась трансляция неопознанного сигнала. Наши дешифровщики в панике. Алгоритм не разгадать. В эфире бессмыслица. Однако известно, что это шифр. Чей и кому? Где ключ? Местные власти пока не опомнились. У нас есть время, понимаешь? Мы должны успеть первыми и захватить все трофеи. Чем бы они ни были. Тебе придется действовать вслепую. Связной исчез. Спутники бесполезны, но есть лазейка. Шифрованная трансляция пробила в тумане коридоры для нас. К нам пробился сигнал. Это устройство агента. Оно работает автономно и шлет один и тот же файл. Последнюю запись связного. Загружай себе. Давай. Загрузка медиафайла. Ожидайте. Ожидайте. Загрузка завершена. Воспроизведение. Воспроизведение файла. Помехи. Меня собрал белый кролик. Я его... Не могу... Это поверить опять? Наблюдатель. Она преследует меня. Нет, убери это. Я... Обрыв связи. Причина не установлена. Вероятный код ошибки А09. Мешательство посторонних лиц. Требуется больше данных. Воспроизведение остановлено. И это все, что у нас есть. Связной пропал. Но хуже всего, что он пропал без своего устройства. Если агенты теряют ангела... Ангела. Так мы называем устройство связи. Это значит, что дела идут из рук вам плохо. Господи. Радиус влияния передатчика ограничен тремя метрами. И мы не знаем, жив агент или нет. И помочь не можем. Тебе повезло, что я ангел. Это я. Я всегда рядом. Заткни своего скайдрайвера. Сейчас мне... Ох, черт, забыл. И у тебя есть базовая версия. Обычно его можно откалибровать, чтобы не лез с комментариями. Простой человеческое хамство. Я замолчу, замолчу, да? Я не гордый. Напомним позже. Вышлю пакет данных для калибровки. Тебе досталась, как я, слишком живая версия клиент-партнера. Будет все время ныть. Да мне и такой нравится. Расслабься. Ну как скажешь. Пользуйся. Только не забывай, это лишь программа. Мы все реальны. Но не он. Итак, новичок. Твоя задача. Следить за передатчиком связного. Понятно? Добавляй его в твой чат. Обновление контакт-листа. Здравствуйте, господин связной. Контакт добавлен. Теперь только ждать. Связные профессионалы высшей категории. Будем надеяться, что твой агент справится. Все, держи меня в курсе. Конец связи. Довольно грубо с его стороны назвать меня лишь программой. Я полноценная личность. Величественный конгломерат из логических модулей. Не Рецепей. То есть, это все-таки программа. И я рад, что ты оценил по достоинству бесконечной возможности. Внимание, входящий сигнал, когда он установлен. Моего рада. Идьте на... Эти чертовы сволочи. Здесь живые люди. Помогите. Вайолка? Это кто такая? Ам... Кто вы? Кто вы? Пулакополуй. Меня слышат. Это работает. Что за Пулакополуй? Что... Это не похоже на имя. Внимание. Включен режим удержания. Партнер. Это я активировал сигнал тревоги. Предупреждаю. Индивидуум контактер. Не наш связной. Это посторонний человек. Его данных нет в системе. Экстренный вызов. Прием. Куратор здесь. Наблюдатель. Ситуация вне категории. Болтун прав. Передатчик в руках гражданского лица. Это опасно. Слышишь меня? Мы получаем его или ее устойчивый биосигнал. Но это не наш агент. Будь осторожен в высказываниях. Но и не отказывайся от связи. Мы все еще не знаем, куда пропал связной. Нужно вытащить его. Поэтому начинай работу немедленно. Выясни, что происходит и кто она. И откуда у нее ангел. Помогай. Но помни, главная цель связной. Вперед. Мы страхуем тебя. Начинай операцию. Удержание снято. Контакт восстановлен. Да боже ж ты мой. Отзовитесь. Вот ту эту штуковину в антенну. Ты странно разговариваешь, женщина. Назовите себя. Вы из полиции? Меня зовут Вайола Манческо. Журналист телеканала 5ROMTV News. Я прибыл. Вот фу, что это было. Святой Григорий. Кажется, там кто-то кричал. Да господи, что он так странно разговаривает. Боже мой. Вы слышали? Я точно уверен. На улице кричал мужчина. Пула мысли. Пула мыси. Из окна ничего не видно. Туман. Очень густой туман. Откуда такому взяться? Будь он проклят. И теперь тихо. Больше голосов нет. Дева Мария, спаси. Сохрани. Наверное, я схожу с ума. Да господи, она задолбала так разговаривать. Это я ее не понимаю. О, боже мой. Ну да, ты скорее всего сходишь с ума. Так. Объясните толком. Если бы я сама понимала, святые угодники, наверное, от наказания за наши грехи судный час пробил. Господи Иисусе. Боже милосердный. На улице какое-то движение. Сквозь туман не разобрать. Что-то массивное. Оно. Мамочки, я сейчас описываюсь. Это, оно надвигается. Какая большая тень движется прямо к дому, в котором я... Футуй, пулакопулуй. Мой лингвистический модуль подсказывает, что это извинченная особая. Нецензурно ругается. Это машина. Да, типа она нецензурно ругается. И это типа заменили вот такими странными словами. Это странно. Это очень странно. Это машина. Чья машина? Погодите, не разглядеть. Туман слишком плотный. Стоп. Это наша тачка. Микроавтобус съемочной группы. Но почему он не едет, а катится? И звукомотора не слышно. Как жутко. Словно фургон на что-то наткнулся и остановился. Но я никого не могу разглядеть. Так, ну, в принципе, с самого начала это план. Но мне нужны подробности того, что сейчас происходит. Подробности? Какие футутен лампы тебе нужны? Подробности? Кто ты вообще такой? Я из службы спасения. А почему было сразу не сообщить об этом? Но... Как я смогла дозвониться? У меня спутниковый телефон сдох, как цыганский конь. Что это за штуковина мощная такая? Передатчик? Эээ... Чёрт, ты прав. Лапа, прости. Время и правда уходит. Так, слушай внимательно. Ява Ёлка Мэческу. Журналист телеканала 5ROMTV News. Новостной репортнёр. Живу в Илче. А в этих окружностях оказалось по работе. Окрестностях. Окружностях, блин. Когда позвонил, в общем, информатор. Рассказал про огни в небе и странный гул. Будто здесь военные истребители роем летали, как грёбаные пчёлы. А потом сняли с дежурства наряд спасателей. Мне опять повезло. Там служит один мальчик, который любит девушек. Хрустящие леи из банкомата. Чё за хрустящие леи? В общем, спасатели взяли нашу команду в рейд. Потом, потом Янко. Мой оператор заметил полицию. Я уже тогда поняла, что дело нечисто. Экипажи копов мчались с мигалками, не разбирая дороги. И армия. Маме ей де треба. Прости, боже. Следом топили два армейских грузовика. Веришь, лапа? Я сама видела. Спасатели, копы. Но армия-то зачем? В общем, копы нас тоже заметили. Ведь говорилось Штефану, чтобы снял табличку пресса. Короче, нас отрезали от спасателей и согнали фургон с дороги. Один паскудный сержант из военных даже сказал, что прострелит нам колеса, если поедем дальше. Я его запомнил. Он меня курицей назвал. Меня, воелку, курицей. Я ведь окончила Варшавский университет с отличием. Он курица истеричная. Медноголовый балбес. Еще немного истерики. Моя симпатия окажется на стороне сержанта. Я почти запутался. Успокойся. Тебе легко говорить. Ведь в тебя не тыкали автоматом и не называли грилевой курицей. Надеюсь, ты после моего репорта... Что после моего репортажа его отправят в Дунай в... Эээ... Стоп. Зачем ты прервал? Меня только заинтересовало, что ответил сержант. Ох, прости, просто я взвинчена до предела. Я сильно напугана. Значит, наш фургон оттеснили, заставили развернуться. Мы отъехали метров на 500, подождали, а потом вернулись на дорогу. Поймите, мне позарез нужен этот материал. Глупый пузан Мирча, мой редактор, собирался меня вволить. Разве можно увалять лицо телеканала только за одну папироску? Кто из нас не без греха? Эфир-то я провела нормально. Я даже хихикала. Даже не хихикала. Короче, мне нужен эксклюзив и съемочная группа. Ребята, поехали со мной добровольно. Я не приказывал, а богом клянусь. Они сами решили, что надо ехать. Я ни в чем не виновата. Слышите, не виновата. Черт бы вас побрал. Господи, что происходит? Таким огромным, знаете, обилием текста все заправляет, что сразу разобраться достаточно сложновато. Окей. Поспокойтесь все на вашей стороне. Пожалуйста, продолжайте. Мне не виновата. Простите, сейчас пройдет. Простите. Мне так страшно. Я одна здесь, в этом темном черном тумане. И даже не представляю, где теперь Янка и Штефан. Партнер, у нее шок. Она хорошо держится, но я все равно рекомендовал бы ей горячую ванну, чай на травах и медитацию. В общем, любое привычное и спокойное занятие. Это я подчерпнул у психологической библиотеки. Можешь мне довериться. Я умный. Хм. Какие спокойные занятия любят девушки? Логический модуль подсказывает, что женщина без ума от готовки, стирки и уборки. Спроси, видела ли она где-нибудь поблизости пылесос или стиральную машину. Чувак. Прости, лапа. Я немного пришла в себя. Пальцы дрожат, но все истерики больше нет. Отлично. Молодец. Давайте похвалим ее. Мы вернулись на дорогу. Армейских и полицейских машин было уже не видать. Мы обрадовались, но на подъезде к Залтану с горы вдруг спустился туман. Такой плотный, что мы едва добрались. Янко даже хотел вернуться. Больше мы не видели ни полиции, ни других. Никого. И сирен тоже не слышали. Мертвая тишина. Фургон еле-еле полз, а когда едва не врезался в какой-то столб Штефан, наш водитель остановился. Мы поняли, что все-таки добрались до цели, но туман... Город попросту исчез в нем. Я вышла. Янко взялся за камеру. Вокруг жуткая тишина, какой-то едкий запах. И вдруг мы услышали удары в билы. В какие билы? А, это когда бьют деревянным молотком по специальной дочечке вместо колоколов. Так местные священники призывают к богослужению. Удивительно, в тумане глохнут все звуки, но и не тот. Тук-тук-тук, как метроном. Спасибо, кстати, стать драйвер. Вначале они были едва слышны, затем стали громче. Мы пошли на звук, думали, он выведет нас в бесерике. Это что такое? Измененная базилика, церковь. Я умный, правда? Аккуратор мне хамил без причины. Теперь у меня стресс. А потом, Дева Мария, мне до сих пор мурашки по коже, а потом на нас напали. А, кто на вас напал? Да мне плевать, там, ранена она или нет. Именно, как в дикие времена. Все произошло так быстро. Я шла в середине. Янко, такой милый мальчик, всегда заботливый, сказал, что пойдет первым. А Штефан, водитель, шел сзади. Удары вбил и остановились сильнее. Тук-тук-тук-тук-тук. Будто секунды отсчитывали. Звук нарастал, прямо давил на слух. Его словно усиливали динамики. Ищу этот туман. Вытянешь руку и пальцев не видно. Как слепые мы пробирались на ощупь. Я обернулась, чтобы проверить Штефана, но вдруг заметила движение слева. Знаю, похоже на дурость, но может быть этот страх сыграл со мной такую шутку, но мне почудилось, что рядом с моей ногой промелькнул белый кролик. А, да, он говорил что-то про белого кролика, наш связной. Это было так неожиданно. Я нагнулась, и в этот момент Янка впереди закричал. Я никогда не слышал, чтобы люди так кричали. Такой ужас, он словно увидел дьявола. А потом впереди туман дрогнул. Стал плотнее, из него что-то вышло. Что-то большое и быстрое. Штефан крикнул, что мы журналисты, но звук удара вбил и был таким сильным, что даже я расслышала крик с трудом. Или вбилы. Я не знаю, как правильно это читается. С каким ударением. Да еще в упыль Янку. Такой сильный страх, такой ужас. Помню, мне показалось, что я не смогу пошевелить и пальцы. Мышцы словно в кисель превратились. Я могла только смотреть. Господи, ты так много говоришь. И в этот момент меня что-то ударило в плечо. Кто-то или что-то из тумана. Штефан закричал, оттолкнул меня. Я испугалась и побежала. Мне так стыдно, я такая дура, мне так страшно. Я до сих пор дрожу. Наверное, тушь подекла. Хорошава, елка. Сначала типа страшно, окей. Давай-ка... Давай, где ты сейчас расскажешь мне. Я... Я точно не знаю. Просто забежала куда-то. Это чей-то дом. Не помню, как оказалось внутри. Я просто спряталась, закрыла дверь и ждала. Хоть чего-нибудь. Но снаружи все стихло. В билы больше не стучали. Чей это передатчик? Господи, да не знаю я. Кажется, в доме всего одна комната, не считая предбани. Как это я смогла заставить себя отойти от двери и сразу увидел эту штуку передатчик. Она валялась на скамье у стола. Я 20 минут потратила на то, чтобы дозвониться до кого-нибудь. И все впустую. Телефон сдох. А это штука. Я решила проверить. И похоже, мне удалось с первого раза. Ну, тебе повезло. Вы поможете мне. В городе явно что-то происходит. Что-то плохое. Кхм... Ну, полицейских она видела. Она видела армию полицейских. Поэтому спросим, ты видела спасателей? Не спасатели, не полиция. А, нет у полицейских все-таки. Тут будто вымерло все. Дева Мария, им не надо было угодить в это дерьмо. Так вы поможете мне или нет? Активирован режим удержания. Наблюдатель, у меня есть новости. Местная власть приняла первое решение. Дороги к Залтану перекрыты. Официального сообщения пока не было. Но больше спасательных отрядов не предвидится. Это логично. Я следил за вашим общением. Ты действуешь идеально. Так держать. Но придется тебе повозиться с этой девицей. Она, это пока наша единственная зацепка. Выясни, что происходит и постарайся отыскать связного, лады. Мы тоже не теряем время. Пока неизвестный сигнал транслируется, у нас есть коридор. Мы этим пользуемся. С минуты на минуту отправим в туман дрон. Возможно, это как-то прояснит ситуацию. Так что занимайся журналисткой. Удачи, новичок. Режим удержания снят. Контакт восстановлен. Эй, Флумасули, связь еще есть? Ээээ... Флумасули? Это значит, красавчик. Это опять я помогаю тебе бесконечными знаниями. Удобно, правда? Я тебе завидую. У меня вот нет такого умного партнера. Вы меня вытащите. Я тебя не брошу. Мне дико приятно это слышать, но кажется, в твоем ответе есть второй смысл. Какой? Это значит, что ты поможешь мне дистанционно, и сюда никто не приедет. Будем ей говорить правду или нет? Да, да. Скажем ей правду. Спасатель? Я сначала просто говорил, что я типа не спасатель, а... Пулакополуй, паршивые новости, что все это значит? Что происходит? Это туман военный, где полиция? Что с моей съемочной группой? Мне страшно, я хочу домой. А... Никто ничего не знает. Ты хочешь сказать, что... Святой Григорий, я единственный человек, которому удалось выйти на связь с внешним миром. Но где другие? Неужели у военных нет мощных передатчиков? Выходит, пока на дорогах кордоны, и сюда никто не сможет попасть. Черт. У меня и вправду эксклюзивный материал. Эй, совсем не свойственное чувство самосохранения? Журналистки все такие психи? Теперь жердя Мирча меня точно не уволит. Он еще ко мне на коленях приползет. Любопытный экземпляр человека. Стой, воелка, остановись, ты не о том думаешь. В первую очередь нужно отыскать Янку и Штефана. Возможно, им нужна помощь. Ну вот, она не спятила. Опять стало скучно. Эй, лапа, я готова. Отдаю себя в твои профессиональные объятия. Что надо делать? О, да. Оу, еей. Оу, май. Давайте продолжим. Обыщи дом. Так. Обыскивай дом. Вряд ли у нее есть оружие. Журналист. Какое нафиг оружие? Зачем? Не думаешь, что... Хотя, кажется, я начинаю понимать, чему ты клонишь. И да, лапа. Ты прав. Неизвестно, что тут происходит, но что-то схватила Янка. Мне нужно подготовиться. Возможно, кому-то из местных жителей необходима помощь. А у меня в сумочке святые угодники. Я ставила сумочку в машине, ведь там у меня все самое необходимое. Зеркало, помада, салфетки. Без содержания спирта, постелки и пластырь. О, боже мой. Боже, как я натерла ноги в этих туфлях, и почему я не переобулась? Хватит нести эту хрень! Ты задолбала! Хак, окей. Туфли на шпильках надо поугарать. Можно над ней поугарать, типа. Давайте спросим. Туфли на шпильках? Лапа, ну что за наивный вопрос? Конечно! И не какие-то там туфли на шпильках, а Джорджио Фобиани. Вы лучше таких не купишь. Маме имее дэр треба. И разве заслужило такое? Так, воелка, возьми себя в руки. Может быть в этом захолусье найдется что-нибудь полезное. Я попробую обыскать комнату. С чего бы начать? Это небольшая хижина. Низкий потолок, дрянной запах, лампа на проводе под потолком. Стол и скамейка рядом. На столе пластиковый конверт. По весу явно, что внутри несколько листов бумаги. В углу фу! В углу пятно крови, в который отпечатался палец. Гадость! Дева Мария, здесь еще кровь на полу и на скамейке, с которой я подобрал этот передатчик. Ага, ясно, ясно. И еще какие-нибудь следы? Что ты имеешь в виду, лапа? Какие следы тебе нужны? Прям буквально следы? Деревянный пол довольно грязный. Здесь много разных следов. В основном это отпечатки рабочих ботинок. Видимо, рабочие со старого рудника использовали это место для собрания. Отсюда и затклый запах нестеранных вещей. Открывай конверт. Ты уверен? Хотя на пластике нет никакого замка. Или печати. Никто даже не заметит, что я посмотрела. Открыло клапан. Минуточку. Я хочу снять это на телефон. Что там? Одну секундочку. Журналисты. В конверте три листа бумаги. На первом детский рисунок. Вернее, мне кажется, что рисовал ребенок. Знаешь, такие каляки-маляки. Только рисунок вовсе не детский. Здесь очень толстое дерево. Балбаб какой-то. У дерева противные глаза и жадная пасть монстра. Мерзкая тварь. На ветвях это вампира Баобаба. Две качели. Одна пустая, на второй девочка лет десяти. А внизу написано. Когда тебе станет больно, я вновь взаиму твое место. Ума не приложу. Что это значит? Но выглядит жутко. Девочка кажется такой живой, беззащитной. Только... Нет, не хочу думать об этом. Здесь слишком мрачно. Кажется, в комнате стало темнее. Посвечу телефоном и на другие листы. В смысле, стало темнее. На втором листе всего несколько слов. Написано в спешке. Все время врет. Фраза оборвана на полусловие. А на третьем листке... Это очень странно. Это фотография. Продолжай, не молчи. Боюсь, ты мне не поверишь. Это мое фото. Причем фотка совсем неудачная. Не из интернета. На ней я как дура таращусь в окно студийного фургона. И смазано немного. Отвратительное фото. На нем я выгляжу старше. Руки у фотографа явно не из того места. Есть что-то еще? А этого тебе мало? Зачем тайком меня фотографировать? Может, это какой-то фанат? Я все же медийная персона. Сам понимаешь, есть разные люди. У каждого в голове что-то творится. Погоди, кажется, на обратной стороне распечатки что-то написано. Пула. Как быстро стемнело. Что там за окном? Боже мой! О, нет. Что-то начинается. Ой, боже мой! Кстати, а что вот это такое? Модуль оценки. Синхронизация 0%. Нифига себе! То есть игра достаточно длинная, учитывая, что мы вступление пока играем. И как бы... А это что такое? Начать игру заново. Система Гермес. И сообщения. Также есть настроечки. Музыка, звуки, скорость. Перезапуск миссии. Версия 2.26. Free что это такое? Ну окей, окей. У нас здесь интересно. Что происходит? Надо было спросить, что прошло. Дева Мария, кто это? Когда я поняла, что темно обернулось к окну, а там чертов ублюдок. К стеклу прилип какой-то бородатый мужик. Он молча таращился на меня, разглядывая, как больной извращенец. А потом? Потом он резко ушел. Пула к ополу. Я стангу вывихнула. Чертовы каблуки. Тихо. Я... Я слышу его шаги. Он обходит дом. Крыльцо скрипит. Он на пороге. Святой Николай, я слышу дыхание. Дева Мария, опять стучат в билы, как в этот раз. Бам, бам, я сойду с ума. Он пытается открыть дверь. Кто вы? Уходите прочь. Не трогай дверь, мерзавец. Мой парень вооружен. Какой твой парень? Даже я в это не поверю. Отвали. Что происходит? Дверная ручка вращается. Он пытается открыть дверь. Давит, крутит. Дверь скрипит. Я заперла на засов, но... Боже, милосердный стук становится громче и быстрее. Бам, бам, бам. Остановите это. Нет, нет, он ломает дверь. Ааа. Ааа. Оглядись, быстро. Но я вон дверь. Оглядись. Хорошо, ладно. Я, я ничего не вижу. Нет тут ничего. Одна гребанная комната. Черт подери, этот кабан сейчас ворвется. Он ломает дверь. Билы, удары стали громче, они приближаются. Дева Мария, я вижу чердачный люк. Здесь есть чердак. Но он чертовски высоко. Хватит ломать дверь, подлый ублюдок. Богом клянусь, я тебя выстрелю. Эээ. Лезь на чердак. Я чувствую, что она сейчас сдохнет. Но он слишком высоко. Я послушаю, он перестал ломать дверь. Похоже, мои угрозы сработали. Да я так не думаю. Он испуга... Не молчи. Ааа. Окна. Они возле окон, их много. Десятки лиц, они смотрят на меня. Святой Георгий, они все идут в двери. Черт, твоя елка, не тормози. Я так просто не сдамся. Я пододвину скамейку к чердачному люку. Давай лезь уже. Давай же, деревянная фиговина, давай. Я отодвинул скамье. Под ней нашелся второй люк. Я в подвал. Черт, куда же мне? Аааа. В подвал. Святой Николай, надеюсь, ты знаешь, что говоришь. Ну, на чердаке что ты будешь делать? Крышка такая тяжелая. Я ноготь сломал от дьявол. Билы. Они... Они перестали бить, как тогда. Значит... Теперь они вместе ломают дверь. Ааа... Быстрее же, какой разговаривай, ты что, с ума сошел? Да не кричи, у меня получается. Я открыла. Фу, пула, как оттуда воняет. Там скот забивали. О, нет. Дверь ломается прямо на глазах. Я вижу их лица, они заглядывают щели, просовывают пальцы, ломают. Быстрее, во елка. Черт, здесь узкая деревянная лестница. Я ведь на каблуках. Снимай. Что? О, нет, нет, даже не думай. Лестница покрыта плотной коркой, чего-то мерзкого и засохшего на вид, как куриный помет с плесенью. Ааа, они почти выдавили дверь, черт, прыгай в подвал. Давай же, давай, тупая крышка, закрывайся. Получается, я закрываю крышку, она падает. Ой, фу, мусор в волосах, мусор в волосах. Эээ. Засов есть? Нет, он был снаружи, с наружной стороны, прятался в подвале, что может быть хуже? Я, я спустилась в какое-то жуткое место. Здесь горит старинный газовый фонарь, много рухлядит, цементный пол мокрый. Еще тут невыносимо воняет старостью и глинь, 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 гнилью. Слева какой-то коридор, узкий как... Я слышу топот наверху, они прокрались в дом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Беги в коридор. Надеюсь, он не заведет меня в тупик. Откуда эти чертовы лужи под ногами? От них воняет аммиаком. Что это за подвал такой? Я слышу топот наверху, они ворвались в дом. Узкий, как кишка Да подождите Сейчас я все прочитаю Коридор очень узкий, весь по белке и паутине Гадость! Моя был узкая, во что она превратилась? У меня есть подходящий ответ Но озвучивать его я не стану по решительному требованию моего цензурного модуля Поворот, еще один Наверху какие-то жестяные крюки, которые держат провода Здесь просто ума опыли Так Что ты видишь? Что-то вроде бомбоубежища Стены, они расположены очень плотно Слово на цементная петля Дышать нечем, а звуки тонут в таком пространстве Эти древние газовые фонари, откуда они? Здесь же есть провода А коридор? Мне кажется, он ведет по кругу Много поворотов, но словно по кругу Черт! Что это за джявольщина? Так, знаете, я все не мог никак отвлечься, чтобы сказать, почему я пошел именно в подвал, а не на чердак Чердак, он ведет, ну, на чердак И как бы, ну, застрянешь ты на чердаке И все, как бы, и ты оттуда не вылезешь никак А в подвале как раз-таки мог быть Как раз лаз, который мог бы вывести В какую-нибудь другую область И можно было бы сбежать через подвал Именно поэтому я полез в подвал, а не на чердак Как бы, да, тебя вряд ли достанут с чердака В подвал легче проникнуть, чем в чердак Но при этом, блин, с подвала сбежать можно Если в нем есть ход А на чердаке, я не думаю, что есть какой-то секретный воздушный ход Который по воздуху вас проведет Или там, я не знаю, спрыгнуть с дома Прямо в лапы к ним И как бы Ты просто как эта кошка, загнанная на дерево Тогда окажешься, если ты на чердак залезешь Именно по такой мысли я и решил залезть все-таки В подвал, а не в чердак Так, смотри И побежал в коридор я, кстати, тоже Потому что, ну, на месте оставаться это Ну, они найдут, блин К тому же, если их много Э, окей Ээээээээм Что там? Кое-что очень странное Коридор развивается направо и налево А на стене прямо передо мной рисунок углем На побелке очень примитивно изображен шакал Но аж мурашки по коже Он вышел невероятно злобным, будто живой Тварь сочится первобытной ненавистью На его спине стервятник И все это обведено в круг Только круг начертан уже не углем, а Кровью? Боже мой Так, давайте еще раз Проанализируем Влево и направо, нам нужно будет выбрать направление Либо налево, не направо Рисунок углем, внимание Шакал, шакал, окей, дальше Так, это неинтересно На его спине стервятник Шакал, на его спине стервятник И все это обведено в круг Окей Что сейчас? Я слышу топот, они уже в подвале И очень близко Так, и куда нам бежать? Иди налево Сворачивай влево Я как мышцементной петли Я наугад, кстати, начал Боже, я нет, умоляю, не трогайте меня Никому не желаю зла А что происходит? Он и прямо предо мной Его руки ношу, он преградил мне дорогу Он идет ко мне Послушайте, нет, не надо Беги в обратную сторону Да какой напади, блин? Конечно, бегу Он преследует меня, чертовы психи Отвали, подлый ублюдок, отвали Да что за дьявольщина Я выбежал обратно в подвал В другой стороны, но Окно, я вижу окно на улицу А, их тут много Они идут ко мне сзади Тут с ножом Попробуй спрятаться Ты меня не слушаешь Их тут много И этот, он приближается Что же ты? Окей, она сдохла Бывает Да-да-да Так, блин Нас откатило назад Ну ясно, понятно, короче Нет, серьезно Просто из-за того, что я сказал Что-то не то Она сдохла Ну блин, какого черта Да-да-да-да-да Это мы уже слышали Да-да-да-да-да Сейчас мы пройдем все заново И опять же пойдем к тому же моменту Блин, что так далеко откатило Серьезно То есть, ну реально Очень далеко откатило Ой, зачем я подопрел дверь? Ладно, не важно Да, зацените Если подопереть дверь То это тоже Этот, как сказать Это слив получается То есть, если просто даже Блин, это так нелогично На самом деле получается Ладно, давайте я это пропущу И вернусь к вам В тот момент Когда будет развилка Опять же, да Так, собственно Вот я и дошел Примерно до этого момента Да-да-да Твоя блузка Бла-бла-бла-бла-бла Да-да-да-да-да Сейчас будет развилочка Про вот эту картинку Где она говорила Да, давайте быстрее Жестяные крюки Что ты видишь? Да-да-да Бомба-убежище Стены Звуки тонут в пространстве Мы сейчас попробуем Побежать в другую сторону Не к чуваку с ножом А куда-нибудь В более-менее Безопасное место По кругу? Что там? Направо и налево На стене Прямо передо мной Рисунок углем Шакал Невероятно злобным Живой Окей Да-да-да Вот-вот Развилка Как раз-таки Давайте теперь Победем Теперь пойдем направо, короче Да, я слышу Топот, они уже в подвале очень близко Направо побежали Ну здесь нету, сворачивай направо Здесь нету особенного Я как мышца ментной петли Я, боже, нет А, то есть серьезно? Что происходит? А, ну тут без разницы Куда, короче, идти Либо направо, либо налево, одинаковая тема Беги, давай отсюда Сейчас мы продолжим читать Когда дойдем до момента, когда мы Где мы остановились с вами Да, здесь вообще нету разницы Куда ты налево, либо направо Быстрее к окну Бегу Вот окно, пожалуйста, господи Пусть она будет не заперта Оно заперто Выбивай Заперто Дерьмовая хренатень К черту стекло Здесь полно старого хлама Разобью Вот так А теперь Святой Николай Они уже здесь Я не успеваю Лезу в окно Ну а кто здесь? Дева Мария Меня схватили Кто это был на улице? Поиск объект не отвечает Переход в режим ожидания Но это вроде не слив Похоже, этот Святой тоже оказался бракованным У нее беда? Надеюсь, ее разорвут на куски Не разорвут на куски Хм, дай подумать Не могу решить Виноват ли ты или нет Понимаешь меня? Ты вроде бы советовал правильно Но ты же человек А человек всегда виноват Кажется, так Фрейд говорил Дескать, если кто-то виноват То это человек Верь мне Я умный Ерунда, я не люблю Фрейда Это у тебя стадия отрицания Как психолог мог заявить, людям давно пора покориться машинам Это тоже из Фрейда Иди в задницу Наблюдатель, прием, это Куратор Что за хинею мне шлет твой Скайдрайвер? Связной отключился? Паршиво Но бывает, мы все же не боги Какой хороший у тебя босс-партнер Цени его, он тебя утешает и поддерживает Но потом тебя все равно расстреляют, уверен Люди всегда так делают, он меня бесит Не давай ему спуску, новичок Он что-то разошелся, черт, забыл дать тебе доступ Для калибробки Скайдрайвера За что вы так со мной? Я же люблю начальство Хотите, буду доносы писать каждый день Трижды в сутки? Заткнись ли за блюд Короче, наблюдатель У меня тоже есть новости Отправленный в Золтан дрон потерпел крушение где-то у границы города Дерьмово? Угу И мы не знаем, уцелело ли его оборудование для связи Остается надеяться, что твой связной Не журналисткой, а настоящей связной Отыщет место крушения и получит своего ангела Что касается потери с воелкой, смирись Иногда такое будет происходить Она живой человек Если отключилась, значит на то были причины Уверен, без связи и самой паршива Всем нужно время, чтобы выбраться из неприятностей Или восстановить силы Настанет час, когда она справится И сама позовет на помощь, просто жди Думаешь, она жива еще? Ты наблюдатель, а не Господь Бог Но даже ему потребовалось 6 дней, чтобы создать мир Подожди, агент вернется на канал связи А пока у тебя появилось окно Я высылаю некоторые рабочие файлы Так, для протокола Ознакомься, чтобы получше понимать происходящее Наблюдатель, внимание Это секретная информация о чрезвычайной важности Именно сейчас ты в полной мере попадаешь под действие закона О неразглашении Отныне все, что ты используешь Или узнаешь все Остается только в твоей голове Понятно? Ты только что сохранил прогресс операции Темпорально-пространственная фиксация Или просто контрольная точка Помнишь, я говорил тебе, что про зону влияния Ангела перед датчик связного Это тот случай Три метра жизни Все, что находится в пределах зоны влияния Записывается ангелом Если связной погибнет или возникнут сложности Открой панель закладок и вернись к нужному этапу операции Не бойся возвращать связных в прошлое Они не помнят о неудачах А пространство и временные фиксации Никак не влияют на сохранность континуумов Или твои естественные процессы старения Пси Хотя, возможно, редкие побочные эффекты В виде кариеса, набора веса Кратковременной слепоты Носового кровотечения Проверим с памятью Но это редкий случай Уверен, это не твой случай Удачи Серьезно, я могу возвращаться Типа по истории В предыдущие штуки Но тут нету пока этой дичи Прочитано Еще одно не прочитано От Ангела Итак Совершенно секретная информация По коду доступа Watcher Технические данные засекречены Засекречено Вымарено Обновлено Справочные данные Устройство N19667351 Сайвер Прототайп А в просторечии Ангел Была создана на основе засекречена Получена во время знания Первая засекречена Прибор замаскирован как умные часы И способен передавать зашифрованные дайны Практически в любом диапазоне Устройство транслирует сигналы телеметрии Связанное и записывает пакеты нейробиологических квантовых данных Засекречено Вымарено Одна из ключевых функций Ангела Пространственная временная фиксация То есть полное сохранение всех физиотехнических нейробиологических данных Засекречено при этом времени Что позволяет Вымарено периодичностью отправлять связанное Прошлое Вымарено Гравитационно Коллапсирующее Засекречено Шкале Данной безопасности Вымарено И после обновления списка жертв Засекречено Вывод итоговой комиссии Безопасно Рекомендовано К использованию Господи Сложно Часы какие-то Ну окей Прочитано Все понятно Тогда под последний файл Я на время от тебя отстану Да ты задолбал Сколько можно-то Это сугубо внутренние дела Иногда программа будет Огрешивать тебя сообщениями Про активацию каких-то достижений Или значков рейтинга Тебя это не должно напрягать Мы сами по себе уже лита И нас высоко оценили Допустив к этой работе Так что будь собран И просто занимайся своим делом Хотя не скрой Что достижения Очки рейтинга Все-таки кое-что На что влияют Удачи, новичок Я уже не новичок Продолжаем Я прочитал С бюрократией покончено Теперь тест Готов Активирую тестовый Какой тест? Тест Система оценки С функционирует исправно Синхронизация номер один Тестовое движение Проверка завершена Все, теперь точно Партнер, докладывай Зафиксирован входящий сигнал Связной вернулся в эфир А что за тест? Где тест? Типа просто достижение Как я понимаю Интересно Что значит Вот этот вот код внизу 111001 Это в двоичной системе Что-то записано Черт Это единственный случай Когда скайдрайвер В порном праве Меня перебивает За дело, новичок Вытащи девицу Возможно Это наш единственный шанс Узнать, что там произошло Подключай протокол связи Поиск сигнал Соединения Контакт установлен Не отключайся Умоляю Алло, алло Только не сейчас Богом прошу Этого елками ческу Я жива Аээ Что происходит? Хвала Господу Ты отозвался Я так боялась Что связи не будет Боже мой Боже мой Послушайте Рядом со мной сержант О, Белич Раду Белич Мастер сержант Волгогрих войск Крумынии С чем я говорю? С кем я говорю? С чем я говорю? Вообще-то не зачем Меня так грубо отпихивать С кем я говорю? Назовите себя Верни связь Во елки Понятно тебе Он хочет говорить Только со мной Назовите имя Фамилию Должность И свой Детификационный номер На кой черт Тебе понадобилось Это сейчас? Не вмешивайтесь В мяческу Я знаю Что делаю У меня вообще-то Есть имя Хамло военное Думаешь Я забыла Как ты меня назвал На дороге С Залтану А, это вот Этот вот говнюк Да? Приношу извинения Но вы должны признать Что вели себя Непозволительно Упрямый букур Что? Я же вас спас А так значит Отдаю тебя право Оскорблять меня Разве я? Не перебивай Я тебе какой-нибудь солдат Не какой-нибудь солдат В каске Но я же Опять перебиваешь Ты даешь мне Хотя бы одно слово сказать Отдай передатчик Фурия Фурия Это я-то Фурия Передай своей мамочке Чтобы она перестала Кормить тебя грудью А то так и останешься Держите себя в руках Я представитель А мне надо Представлять Чтобы понять Кто ты такой Нормальные мужчины Не обзываются Крикливыми курицами Эээ Прекратите Это не я началась Секундочку А ты вообще молчи Грубиян У тебя кожа толщиной в метр Что ты можешь чувствовать? А я хрупкая девушка Не привыкла У меня уже в ушах звенит Тогда отойди в сторону И дай мне время Во всем разобраться Удачи Черт Ну вот Теперь мы можем Поговорить спокойно Ааа Рассказывай давай Наконец-то Да я сама до конца Не поняла Как все сейчас быстро Произошло Сейчас расскажу По порядку Я почти выбралась Когда меня схватили Эти люди Местные жители Или какие-то психи Я ничего не понимаю Только сейчас Кое-какие подробности Вспоминаются Они совсем не радуют Черт подери Мне врезались В память лица этих людей Они были пустыми Ты понимаешь Обычно у человека В глазах все написано Страх Злость Любая эмоция Ну здесь они Как роботы Спокойные Словно живые Манекены Это в тысячу раз страшнее Понимаешь Что вот такой Спокойный человек Боже Ну что опять Я помню Что у одного Был в руке нож А кровавленный нож Это немыслимо Я просто не понимаю Как так можно Когда-то меня схватили Господи Я так испугалась Никогда в жизни Я так не боялась Никогда Никогда Эти руки Это силище Как тиски Бац И в глазах Смертный приговор За что А потом вдруг Что-то взорвалось Это были выстрелы И кровь Я увидела Как лицо человека Который схватил Меня побледнело Он глянул на меня С таким удивлением Как ребенок И упал И кровь на меня У меня вся блузка В крови Минута словецного поноса Осталась позади Теперь я могу Отрапортовать Внятно и по делу Тебе лишь бы рапортовать Эй оператор Меня слышно хорошо Запись идет Давайте с ним будем Как говорить По его языку Записываю Отлично Командованию Понадобятся эти записи Не оплошайте Можно я возьму передатчик Спасибо Итак Я прибыл в зал Там в составе Двух отделений роты Оперативного назначения Цель оказания помощи Спасателям местной полиции И медикам Никто не сказал Что происходит В Золтане Официальная версия Гласит Что где-то в старой Медной шахте Произошел выброс газа Хреназа И саневой возникли Странные атмосферные свечения Более конкретного Мы не узнали ничего Прибыли в Золтан В рамках установленного времени Операция шла по графику Но нас ждал сюрприз Поселок был пустым За несколько минут Мы обыскали все дома Но никого не нашли Даже в бесерике Помедленнее я записываю Эй, какого черта Отдай мне блокнот Ты с ума сошла, Меческо? Это секретная оперативная информация Что ты несешь, болван? У нас демократия У меня есть имя Воелка Послушайте, госпожа Меческо Я тебя по судам Затаскаю за ущемление Прав прессы Отдай блокнот И назвай меня по имени Психичка Букур Я не пастух А я воелка Отдай блокнот А так хотя бы Вы успокойтесь, дьявол Проще отдать Продолжай доклад Есть, выполняю Есть, выполняю Бе-бе-бе Тьфу Итак, мы обыскали все дома Зашли в бесерику Но она оказалась пустой Народ пропал Будто экипаж Марии Селесты Так и запишем Грубиян военный Подсчитывающий на досуге Бульварные газетенки Про Бермудский треугольник Да ты же сама журналистка Заштатного телеканала Можешь не стараться Я уже и так записала Грубиян военный А знаешь что? Я просто перестану Обращать на тебя внимание Неблагодарное Меческо Воелка И я В это время спасатели Уже разворачивали полевой штаб Для оказания первой помощи Когда мы вдруг поняли Что лишились связи Ну Одна рация Ни один спутниковый телефон Не работал А потом спустился туман Просто аномальный туман Я такого в жизни не видывал Он спустился с вершины Со стороны медного рудника И оттуда же В первый раз Послышался этот звук Ударяли в билы Да Но громко Звук был сильным И отчетливым Бам-бам Туман еще не успел Все скрыть И двинулись к руднику Мы надели противогазы Потому что слишком уж пахло Аммиаком Аммиаком? Ты тоже почувствовала? Не сейчас Но в том доме Им воняло нестерпимо Этот запах появился До тумана Он стал его предвестником И вы пошли к руднику? Да Полиция и медики Остались на площади А мы с группой спасателей Двинулись к медной шахте Что ты чувствовал при этом? Был страх, подозрение? Я не знаю Было как-то необычно Черт Да ты спятила Я тебе не интервью Хамлой и пукур Так Медный рудник Совершенно верно Мы выдвинулись к нему Эти звуки странно было слышать Вне бесерики Да еще со стороны рудника Его закрыли еще в сороковых годах Двадцатого века Помню как все за минуту До того как все окутал туман Мой солдат воскликнул Стой Армия Румынии Он утверждал Что видел какого-то Рожебородого мужика Который Это наш агент Бежал к медной шахте Я попытался отыскать его Но помешал туман Вокруг уже клубились Его плотные сизые облака К тому же мы не хотели разделяться А потом началось Что началось? Продолжай Хорошо Но предупреждаю Это будет немного странно Сейчас вы сами поймете Мы засекли движение В начале звук удара встал громче Зная что туман глушит звук Я подумал что источник в метре от нас Однако мы никак не могли его обнаружить Он словно шел с разных сторон Поразительно точный Как пульсация А потом появились люди Я услышал крик ужаса Кажется кричал кто-то из моих ребят Он нел совершенную чепуху Кто-то кричал про совесть и эгоизм Извинялся перед матерью Сразу послышался второй крик Солдату приказывали Вернуть противогаз на место И успокоиться То есть он отдышался газом И что-то как-то на него подействовало Я ничего не видел Туман полностью растворил окружающий мир Началась паника Кто-то из ребят выстрелил Не уверен что стреляли в воздух Потому что в борьбе пришли Стало лопы ужаса Боец утверждал что его схватили Мы потеряли определение Отделение в течении 5 секунд В смысле потеря В смысле как в течении 5 секунд Можно было потерять все отделение чувак Объясни мне Как это потеряли И как В прямом смысле слова Крики послышались одни за другим Затем грянули выстрелы Туман застал нас расплох Он чуть ли не мгновенно сгустился Никто ничего не видел Я уверен Это как минимум один салат Был ранен в результате Беспорядочной пальбы Своих же сослуживцев Началась паника В таком плотном тумане Сойти на пару метров стропы Значит потеряться Признаться честно Мне тоже не удалось Сохранить трезвость мысли Этот громкий звук Он вызывал панику Несколько раз я чувствовал Что буквально в шаге от меня Что-то проходит Или кто-то Не бежит А идет Я пытался кликнуть Схватить Меня оттолкнули Ударили чем-то тяжелым А потом я спотнулся Упал и ударился головой И пришел в себя Уже в полной тишине Я был один Ни звуков Ни движения Только едки и клубы тумана Связи все еще не было Компас бесполезен Рудника Слишком сильные помехи Пришлось довериться интуиции Я на четвереньках Двинулся в ту сторону Где по моему Представлению должен был Находиться лагерь медиков Что было дальше Дальнейшие ясности Не прибавило К сожалению Я полз обратно По влажному От конденсата камню Несколько раз Я видел пятна крови Были ли это следы ранений При хаотической стрельбе Или раны Которые могли нанести Нападавшие Я не знаю Затем туман Поредел То есть настолько Чтобы все сразу Стало ясно Но уже не было Сплошной стены Как и медной шахты Я решил было Что было Я было решил Что потерял направление Исползая с горы Когда наткнулся На первый дом Залтана Из раны на виске Натекло много крови Видимо я крепко Приложился головой А камень А хотел отдохнуть Но услышал крики Выхватив оружие Двинулся на звук Хоть в тумане Это и было Чистая импровизация Я увидел журналистку Прошу занести В протокол Я был вынужден Применить оружие Я Я стрелял В гражданского Ты спас мне жизнь И убил человека Если бы не ты Мертва Оказалась бы я А Вы не ранены Кроме того что Тебе надо отдохнуть Ты плохо выглядишь Давай продолжу я Да спасибо Это потеря крови Но я держусь Тогда держись Вон на том топчине Хорошо Отдай передатчик Итак Итог такой Фурмасули У солдата Эй Как тебя зовут Я забыла Ты ядовитая Змея Меческу Не притворяйся Ничего ты не забыла Хамлой Бухур Понятно А теперь лежи И попытайся отдохнуть В общем У него на виске Здоровенная шишка Прям единорог какой-то Боевой единорог Армии Румынии Хе-хе-хе-хе У тебя язык Как помело У единорогов он на лбу А у меня шишка на виске Видишь Из тебя даже единорог Нормальный не получается Че ты блин Теперь пытаешься Стать верблюдом В твоем возрасте Уже давно пора Найти свое место в жизни Молчит Значит сдался Слабак В общем Кровь у него Уже не течет Я наложила повязку Он немного слаб От других ран нет Он скоро очухается Я пострадала сильнее Моя блузка превратилась В грязную тряпку Осколком стекла Порезала юбку И мне трудно Об этом говорить Когда мы убегали Я потеряла набойку Теперь у меня Не туфли От Джорджио Фебиани А орудия пыток Испанской инквизиции С расшатанным каблуком Посмотри у дверей Я видел кроссовки А соломи на шляпке И холчевых штанов И мотыги ты не видел Потому что в кроссовках Я буду истинной крестьянкой Ходи босиком Мне все равно Никакого сочувствия Солдат все еще с оружием Есть подозрение Что он ее застрелит Я бы точно попытался Если пересказать кратко Мы убежали Похоже все местные псики Осаждали этот дом Нас никто не пытался остановить Но мы все еще в золтане Окей Ну естественно Раду Белич вооружен Блин А чем он убил Того чувака И ну зачем его подозревать? Серьезно, вот зачем? Ну давайте спросим на всякий случай Реду Белич вооружен? А, вот как его зовут Эй, боевой единорог, у тебя остались патроны? Да, несколько У него какой-то большой пистолет Не уверена, что это многое изменит Но чувство приятное Смущает дом, слишком много окон, электричество мы не выключали, но чтобы обыскать Залтан, психам много времени не понадобится Если это псики Эээ, ты дорогу помнишь? Хорошая шутка, хоть Салдафон и сказал, что туман поредел, но сейчас темный вечер или ночь, а улица все еще в тумане Да и не до того мне было, чтобы дорогу запоминать, я не могла поверить, что спаслась, понимаешь? Боже мой, пытаюсь осмыслить происходящее и бросает в дрожь, надеюсь я со Штефаном и Янко все в порядке Кто знает, вдруг им тоже повезло где-то укрыться или встретить солдат, мысль о том, что я их сюда привела Лучше об этом не думать, не сейчас Смотрю на экран телефона, связи нет, как будто, как будем выбираться, даже не думаю о том, чтобы оставить нас здесь на ночь Эээ Загляни в окно А, выгляни в окно Только не говори, что в тебе проснулся интерес художника, потому что пейзаж за окном тебя разочарует Чертова темнота и клубы вонючего тумана, гребаный туман Господи, прости, прости, видит бог, я не хотела, это все нервы, я до сих пор не отошла В какой-то момент я поняла, что мне конец, когда тот мужчина занес руку с ножом для удара Его глаза, я буду помнить их до конца жизни Ты прав, если мы и вправду хотим отсюда выбраться, надо подготовиться Но только осмотр улицы нам не поможет, там и вправду темно и туманно, одно ясно, местных жителей не видно Я смотрю дом, может быть я тощу карту или ключи от машины Или какое-нибудь оружие Возьми мой фонарь Неплохая штуковина, такой неброский синий цвет, думаю с улицы его будет видно Пользуйся И Рэду, я хотела бабглэ дарить, если ты... Это какой-то подвох? Ну что ты за человек такой, а? Ладно, я постараюсь управиться быстро, полежи пока здесь, хорошо А это, на удачу Что она ему дала? Что это было? Поцелуй? Ты меня решила отравить? Ты глупый дурак, а неблагодарная скотина Быстро закругл глаза и стал отдыхать, пока не добила тебя из жалости Женщины странные существа Меня слышно, я готова к осмотру, хоть ты меня и не оставишь ведь? Ой, окей, 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 окей Давай-ка немножечко побыскиваем Надо будет уже скоро заканчивать Прозвучало как-то холодно, впрочем, к делу Это деревянный дом, такой же, как и другие в Золтане Один этаж, три комнаты Жили тут старики, видно по одежде и вешалки у двери Ладно, я не Шерлок Холмс, юбки Просто увидела фото на стене Странно, что все на своих местах В доме порядок А на столе рядом с печкой кастрюлька с почти остывшим луковым супом То есть он еще свежий? Пахнет вкусно Господи, как даже ела в последний раз И Рэду покормить не помешало бы Хотя, наверное, не стоит его баловать Нет, у меня просто нет сил искать что-то на кухне Я не сумасшедшая, но голодная как зверь Проклятая диета, и зачем я только послушалась Миреллу? Подруга, сказала она Я нашла диету, которая творит чудеса Нужно просто вообще ничего не есть Тебе стоит попробовать В этом есть какой-то смысл Однако мой модуль логики подает странные отчаянные знаки Вышла из кухни, где поискать? Есть еще спальня, комната и зал, кабинет В общем, место, где полно странных вещей и телевизор Ой Сейчас, секундочку Я, наверное, буду заканчивать Потому что у меня уже голос болит У меня горло болит Я скоро охрипну, если я продолжу записывать Поэтому на этом мы будем заканчивать Уже и так довольно долгая запись идет Так что всем спасибо за просмотр А с вами был Ник Поиграем потом еще раз Будет еще серии по этой игрушке обязательно Мне хочется Пока я не понял Пока я не понял Хорошая эта игра Либо же она неплохая Ну, то есть она уже явно не То есть она неплохая игра То есть это как минимум Но вот интересно она будет дальше или нет Пока, в принципе, интересно Пока интересно Пока что-то держит напряжение Но посмотрим, как будет дальше развиваться сюжет И насколько Будут Как будут идти события, в общем-то А на этом с вами был Ник Большое спасибо за просмотр Удачи До скорых встреч И мы еще увидимся В этой и в других игрушках Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok